О текущих и грядущих изменениях в законодательстве, обязанностях перед государством и собственной выгоде. Я, мои коллеги и эксперты попытаемся говорить просто о налогах. В одноименной программе. И начнем с новостного дайджеста, коротко о главных темах налогообложения, обсуждаемых в средствах массовой информации. Уголовные дела по уклонению от налогов смогут возбуждать на основании оперативных разработок. Президент внес на рассмотрение Госдумы соответствующий законопроект. Это обеспечит комплексный подход к противодействию экономическим преступлениям, реализации потенциала правоохранительных органов. Говорится в сопроводительных документах. Напомним, начиная с 2011 года, поводом для возбуждения таких дел служат только материалы, подготовленные налоговиками. В Госдуме предлагают запретить продажу полисов ОСАГО налоговым должникам. Соответствующий законопроект размещен на сайте автоматизированной системы обеспечения законодательной деятельности. Эта косвенная мера призвана стимулировать налогоплательщиков делать все своевременно. Договор ОСАГО нельзя будет оформить без справки из налоговой. Предполагается, что в случае принятия поправок указанные нормы вступят в действие с 1 апреля 2014 года. Минэкономразвития РФ предложил ввести специальный налог для граждан, оказывающий какие-либо услуги, но не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. За образец нового порядка был взят уже действующий механизм патента на трудовую деятельность для иностранных граждан. Предполагается распространить его на 12 профессий – переводчики, гиды тургрупп, репетиторы, выездные фотографы, повара, сиделки-нянечки, швей-надомницы и т.д. Единый платеж в сумме 1000 рублей в месяц будет включать в себя как НДФЛ, так и взносы в социальные фонды. Но оформленной подобным образом деятельностью можно будет заниматься не более 6 месяцев в году. 21 ноября налоговики России отметили свой профессиональный праздник. Накануне под председательством руководителя регионального управления прошла расширенная коллегия, где подвели предварительные итоги работы и наградили лучших сотрудников. Отличившимся вручили благодарности, почетные грамоты, а также знаки отличия – почетный работник, отличник ФНС России. В день работника налоговых органов сотрудники службы поменяли профессию и стали учителями. Курск присоединился к всероссийской акции с благородным предназначением «Прививать правовую грамотность дети». В школах прошли открытые уроки. Занятия проводились по единому сценарию, в игровой форме. Программа учитывает разные возрасты. Вопросы налогообложения, в которых порой с трудом удается разобраться даже взрослому человеку, детям объяснили на примере интересных исторических фактов. Я считаю, такие акции нужны, и урок был очень интересным, познавательным, я много узнал. Мне понравилось то, что налоговая служба, ей не все равно то, что думают младшие поколения, то есть они видят то, что это младшие поколения потом будут оплатить налоги. Я думаю, что очень важно на сегодняшний день, чтобы все налогоплательщики были сознательными людьми и платили вовремя налоги. Об административной реформе, продвижении госуслуг в интернет-пространстве и оценке работы налоговиков гражданами нам в интервью рассказала руководитель ОФНС России по Курской области Татьяна Новикова. Татьяна Павловна, для начала хотел бы вас лично и всех сотрудников налоговых подразделений Курской области поздравить с прошедшим профессиональным праздником, который отмечался 21 ноября. Интересно, с какими показателями вы встретили этот день? Как известно, основная задача налоговиков – это пополнение государственной казны. Можно ли говорить о положительной динамике в этом направлении? Сегодня очередной праздник налоговика. Я вам хочу сказать, что налоговики Курской области встречают с достаточно хорошими показателями. Сегодня, за 10 месяцев текущего года налоговики уже собрали 31 миллиард рублей, когда в прошлом году 36 миллиардов мы собрали в целом за год. Хочу вам отметить то, что сегодня прирост налоговых доходов к уровню прошлого года обеспечен во все уровни бюджета – и в федеральный бюджет, и в местные бюджеты, и выдерживаем показатели областного бюджета. Все индикативные показатели нами исполняются. Исполняется доходная часть областного бюджета, муниципальных образований. Прирост доходов в муниципальное образование составил 7% к уровню прошлого года. Сегодня следует отметить тот факт, что у нас, помимо цифр, которые сегодня я здесь называю, огромная работа, направленная на то, чтобы наши показатели в целом в Российской Федерации тоже отмечены. Мы находимся в двадцатке сильнейших налоговых органов, которые работают в целом в Российской Федерации. Так, по итогам полугодия мы заняли 24 место. Хочу отметить тот факт, что у нас на сегодня достаточно серьезные показатели по собираемости налогов. У нас увеличились значительно результаты до начисления по контрольной работе. Они выросли с по итогам девяти месяцев в два с половиной раза. При этом по решениям, вступившим в силу, сегодня уже сбор налогов составил около 80%. Следует отметить тот факт, что у нас сокращается число жалоб налогоплательщиков. За последние три года, если проанализировать это количество, то с 800 жалоб, которые были ранее, 820 в 2011 году, сегодня мы имеем всего лишь 300 жалоб, 310 жалоб с сокращением 10% к уровню прошлого года. Следует отметить, мы немногие такие, как налоговики Курской области. В целом по России у нас идет прирост задолженности по налоговым платежам. Это достаточно серьезный показатель. Нам удалось сократить задолженность по налогам. И сегодня мы и в Центральном федеральном округе идет прирост. Мы одни из числа тех, кто сумели удержать позицию по сокращению задолженности. Это говорит о качестве работы налоговиков. То есть показатели сегодня позволяют нам говорить о том, что мы достойно встречаем свой профессиональный праздник. Повышение качества предоставления государственных услуг – это требование времени, то, на что направлена административная реформа. Какие новые тенденции в вашей работе? Как совершенствуется система администрирования и взаимодействия с налогоплательщиками? Мы по решению Федеральной налоговой службы являемся клиента ориентированной организацией. Мы направлены на то, чтобы налогоплательщик получал в полном объеме доступную информацию для того, чтобы своевременно правильно платить эти налоги, чтобы избежать штрафных санкций. Для этого сегодня мы проводим достаточно широкую и большую работу. Я вам прямо хочу сказать, сегодня Федеральная налоговая служба взяла на себя курс по созданию соответствующих условий по работе с налогоплательщиками. У нас разработан свой фирменный стиль. Мы начали его внедрение в Курской области. Сегодня начали с самого дальнего района, Горшеченского района. Совместно с администрацией мы открыли очень хорошее помещение, там, где будут обслуживаться налогоплательщики. С хорошей информационной базой, с возможностями использовать интернет, получить достаточно полный весь спектр услуг, которые необходим налогоплательщику по разъяснительной работе. Сегодня мы оборудуем и скоро откроем такой же торм в городе Фатеже. Прямо надо сказать, у нас хороший зал сегодня для налогоплательщиков города Курска. Стараемся повышать качество обслуживания, работаем в этом направлении. То есть мы не стоим на месте и спектру услуг, которые необходим для улучшения качества нашей работы по наполняемости казны любого уровня. Он остается на первом месте для нас, для налоговых органов.